Привет, с вами Сойер. Сегодня поговорим о том, что происходит в операционной системе, когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре. И этот вопрос часто можно встретить на собеседованиях, и было бы неплохо уметь на него отвечать. Будем рассматривать в качестве операционной системы Linux, потому что он позволяет посмотреть очень подробно, что там происходит под капотом. Естественно, в других операционных системах процесс обработки нажатия клавиш может отличаться, и он отличается. Но определенные базовые вещи воспроизводятся во всех операционных системах. И в качестве клавиатуры возьмем USB клавиатуры, потому что на самом деле то, что мы будем говорить про USB клавиатуры, относится и к таким манипуляторам, как мышь, или даже к таким кнопкам, которые служат для регулировки звука. Кстати, об этой кнопке мы поговорим в отдельном видео. Ну и начнем с упрощенной схемы, которую будем по мере получения информации дополнять и расширять. Начнем с того, что обозначим клавиатуру буковками KB. И при нажатии на клавишу от клавиатуры уходят так называемые скан-коды, которые обрабатываются ядром операционной системы. Ну понятно, что операционная система делает это не самостоятельно, а через какой-то драйвер. В результате обработки у нас появляются ки-коды, которые уже непосредственно отправляются в графическую оболочку, в данном случае иксы. Это упрощенная схема. Для того, чтобы понять, что происходит в ядре, в ядре есть такая штука, которая называется sysfs. Это маппинг параметров ядра на файловую систему в линуксе. Вот ее мы как раз используем для того, чтобы понять, что же там происходит. Если мы посмотрим, файловая система sysfs начинается с slash sys и дальше идет, соответственно, ядро, дебаг. И вот дальше возникает вопрос, куда следовать. Потому что у нас есть много устройств, которые соответствуют вот этому уровню. И здесь нам необходимо дополнить эту схему, усложнить ее, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше. Значит, первое, что мы должны понять, это то, что наша клавиатура это USB-устройство. Но самое важное то, что она реализует интерфейс HID. Ну, я буду называть его HEAT. Простите, если это не так. Так вот, HEAT это тот интерфейс, который позволяет унифицировать работу устройств, не только клавиатур, но и других устройств ввода-вывода. И сопоставить им определенный формат сообщения. USB это у нас message-based протокол, поэтому он может быть легко отмониторен тем же самым wireshark, который по сути является снифером. Но если мы поставим libpcap, мы можем увидеть сообщения, которые генерируются в USB и в соответствии со спецификацией HID их интерпретировать. Если интересно, можно сделать это в отдельном видео. Ну, а также мы можем посмотреть на HID-устройство с помощью SysFS. И вот это мы сейчас и сделаем. То есть, мы сейчас знаем, что у нас вот клавиатура, мыши, другие устройства, как правило, являются HID-устройствами. Следовательно, мы должны смотреть соответствующую секцию отладочной части ядра. Но у нас есть еще один вопрос, как там что-то найти, потому что давайте посмотрим и станет понятно, о чем я говорю. То есть, мы здесь набираем HID, а вот дальше у нас высвечивается шина 303. Это шина, соответствующая USB. А дальше целый набор устройств и здесь присутствуют какие-то непонятные циферки. Все дело в том, что USB-устройства обозначаются с помощью Product и Vendor ID. То есть, у каждого USB-устройства есть Vendor и есть Product ID. И вот теперь, чтобы узнать значение для нашей клавиатуры, мы воспользуемся такой командой, как ls-usb. И здесь мы видим, что вот у нас Texas Instruments содержит Product ID 0451, Vendor ID 062b. Отлично. Мы получили дополнительную информацию и теперь можем ее использовать для того, чтобы получить информацию о нашей клавиатуре от ядра. HID устройства 0.03, 0.4.51. Здесь возникает еще одна проблема. Все дело в том, что для одного устройства у нас есть аж 4 интерфейса. И это действительно так. Давайте дополним нашу схему еще одной информацией. Кроме того, что у нас есть устройство, у устройства есть интерфейсы. А у интерфейса дополнительно есть еще input, которые обозначаются input и далее цифры из двух значений. И далее еще есть события. Вот столько сущностей создается в Linux для того, чтобы сопоставить с одним устройством. То есть, когда мы воткнули USB клавиатуру, у нас в системе заводится device, interface, input и event. И надо знать, что вот как раз event это конечная точка, на которой и смотрит графическая оболочка, но и могут смотреть другие программы, чтобы получать информацию о кей-кодах. Окей. Здесь нужно посмотреть все устройства. Начнем с самого первого. Для того, чтобы понять, собственно, а где? Где у нас интерфейс в соответствующей клавиатуре. И вот в отладочной информации мы берем файл первого устройства, который называется Rdesk, и он описывает, что это такое. И здесь, похоже, мы попали куда надо, потому что мы видим в этом файле скан-коды, сопоставленные с клавишами. Это макросы клавиш, которые в действительности являются тоже кей-кодами в 16-ти ричном виде. То есть, похоже, это и есть наша клавиатура. Давайте это проверим. Ну и для этого мы посмотрим на файл событий. Теперь, когда мы нажимаем какую-то клавишу, например, буковку «кей» на клавиатуре, мы видим два события. Первое событие с информацией 0E, это и есть скан-код. Это в тот момент, когда мы нажали клавишу, а второе событие в тот момент, когда мы ее отпустили. Давайте теперь посмотрим, действительно ли данному скан-коду соответствует клавиша «кей». Да, действительно, в файле описания мы видим, что скан-коду 0E на уровне ядра соответствует клавиша «кей». Окей, это все здорово, но возникает вопрос, как наши вот эти вот устройства, вот эти вот устройства, которые написал, создаются. А делается это очень интересно. Ядро генерирует события, и каждое из этих событий соответствует созданию на уровне ядра определенной сущности. Но для того, чтобы иметь возможность контролировать на уровне пользователя создание устройств, например, переназначать права, или даже переназначить скан-коду другой кей-код, у нас есть UDEV, который занимается как раз тем, что мониторит на события от ядра, перехватывает их, дополняет своей информацией. Для этого используется правило UDEV и база HVDB, Hardware Database, в которой мы, собственно, можем указать другие скан-коды для, другие кей-коды для каких-то скан-кодов. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если мы теперь запустим мониторинг, то видим, что сейчас мы мониторим события ядра и события UDEV. Давайте теперь отключим какое-то устройство. Отключили. Видите, пошли события на отключение. Идут события сначала ядра, а потом события UDEV. Ну, давайте сначала подключим и посмотрим, что происходит. Теперь, когда мы подключаем какое-то устройство, также идут сначала события ядра, которые соответствуют сначала устройству, потом у нас появляется вот HIT-девайс, это уже пошли интерфейсы, потом они уходят на создание импутов, потом они создание импутов завершают созданием ивента. И у нас есть несколько интерфейсов, где на уровне ядра повторяются события. Далее, для каждого события ядра генерируется событие UDEV. И вот в этот момент происходит сопоставление с правилами UDEV и с базой HVDB, которые дополняют или изменяют информацию о подключаемом устройстве уже для пользователя. И происходит это, например, в этот момент можно создать правило, чтобы в момент подключения флешки с нее запускался скрипт, который с нее копирует какие-то данные на диск. Либо запускался скрипт, который меняет права в файловой системе. Либо можно непосредственно изменить права доступа к ивентам или инпутам. То есть мы на уровне правил UDEV можем среагировать на события ядра и переназначить, изменить какие-то важные параметры, либо добавить, либо изменить. Таким образом, остается последний вопрос. Как же нам посмотреть, какие конкретно события придут в подсистему X11, в графическую подсистему? И для этого есть замечательная утилита EV-тест, которая нам позволит посмотреть конкретные девайсы, их события. Если вы обратите внимание, то вот здесь, когда создавались события, input 34, event 16. Это я подключал кнопку, не клавиатуру, поэтому здесь выдались другие значения. Но для клавиатуры соответствует EV-26, если мы сейчас это проверим. Действительно, вот мы нажимаем буковку K, и вот в события записывается уже первая информация. Это скан-код 0E, но вы видите, он записывается в другой форме. Это связано с тем, что это конечная форма, которая возникает после обработки скан-кода ядром. И код 37, то есть десятичное значение 37, ну а макрос тот же самый K, подчеркивание K. И теперь мы видим, что конкретно получает подсистема графическая при нажатии клавиш, и какие скан-коды, какие K-коды она получает. Как мы это узнали, вот этот 26-й event получили? Здесь есть возможность сделать следующим образом. Так, давайте еще раз посмотрим. 0.4.51 Так, Proc Bass Input Devices И вот здесь посмотрим 0.4.51 Это наша клавиатура. Давайте добавим 5 строк перед и 5 строк после каждого выхода. То есть вот мы нашли информацию в SysFS о нашей клавиатуре. И вот самый первый интерфейс, насколько мы помним, пятый, это и был интерфейс клавиатуры. И вот здесь мы видим, что обработка клавиатуры вешается на 26-е событие. То есть, таким образом мы можем получить информацию о событии, которое обрабатывается для клавиатуры. Давайте подытожим, что же у нас получилось в конечном итоге для нашей схемы. Итак, в момент, когда мы подключили клавиатуру, у нас генерируется событие ядра, которое обрабатывается UDF. В соответствии с правилами и базой данных устройств, он назначает необходимые дополнительные параметры и создает в системе устройства, интерфейс, ввод и события. У одного устройства может быть несколько интерфейсов, у одного интерфейса несколько инпутов, у одного инпута несколько ивентов. Конечные события, которые возникают при нажатии клавиши, генерируется сообщение, USB-сообщение, которое через механизм передачи сообщения USB отправляется в ядро и с помощью драйверов, которые для каждого из этих существ создается свой драйвер, то есть сюда создается USB-драйвер, сюда в интерфейс создается хит-драйвер и так далее. Через драйвера проходит всю цепочку и в ивентах генерируются два события. Одно событие для скан-кода, второе событие для ки-кода. И уже это событие обрабатывается под системой X11. Вот здесь существует возможность изменить скан-код в соответствии его ки-коду, и мы, возможно, это сделаем в следующем видео, а также посмотрим на другие устройства, возможно, даже посмотрим на то, как увидеть в Wireshark информацию о хит-сообщениях, как они выглядят и как их интерпретировать. Но если коротко, то при нажатии клавиши происходит следующее. Скан-код отправляется в ядро, обрабатывается ядром и выдается ки-код, который уже обрабатывается конечным потребителем. Ну, это был Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания.